Войхали 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 Год труда символизирует. Лаура Николай Иш, это у вас? Теремок. Теремок, а кто в Тереме живет? Арджин. Ух ты, Арджин. Я выговорила, аплодисменты, друзья! Впервые бэби-парад прошел в Айхале в 2013 году. В юбилейный для поселка 2016-й организаторы ожидали большое количество участников. Так и вышло. Парад собрал более 15 семей. Обезьянка, аплодисменты! Он в этом году хозяин всего, поэтому громче аплодисменты! Ну и мамочку зовут? Анна. Лучшие идеи отметили сертификатами на сумму 10 тысяч рублей. Остальные креативные мамы и папы получили поощрительные призы. Мы сделали цветок, у нас там дюймовочка лежит. Ну, решили принять участие, так как первый раз, нам всего лишь два месяца. Ну, надо как-то начинать. Сидит наш сынок, Алеша. Ну, мы подумали, что он у нас любит вот этим всем заниматься, лечить кого-нибудь, температуру мерить. Решили вот нарядить его, врача, сделать ему карету скорой помощи. В 2013 году детские коляски украшали под разные виды транспорта. Был космолет, танк, мини-вертолет. В этом году на сцену выходили не менее зрелищные декорированные коляски. Ну, и принцесса у нас. Аделина! Аделина, аплодисменты! Карета принцессы. Это у нас карета принцессы. Декор родители создавали своими руками. У многих на это ушел не один день. Все готовились, помогали все. И бумаги, и картоны, и клей, и все, что только можно, вот пошло у нас. Мы придумали так, что у нас всегда дома мама-королева. На кухне, везде. Ну, папа как бы король, да? И дочь у нас принцесса. Естественно, после этого у нас и возникла идея, почему бы сделать карету для нашей принцессы. Закупали материал на рынке. Арголит, ДВП, шурупы, краску. Надо проводить почаще такие семейные праздники. Конечно, семья всегда участвует вместе, все интереснее, веселее. И посмотреть на других, как тоже делают коляски. Импровизированная арт-студия, которая разместилась здесь же, на площади у Дворца культуры, стала самым популярным местом. Мальчишек и девчонок, желающих перевоплотиться в любимых персонажей, было предостаточно. Для этого было все необходимое. Специальный аквагрим, кисти и рисунки-заготовки с интересными идеями. Студию посетило более 50 ребят. В так называемом городе озорных косичек тоже было многолюдно. Юным модницам и их мамам предлагали сделать интересные прически. У мастеров была богатая фантазия, поэтому все остались довольны. Я вообще рада, что столько конкурсов, столько акций. Мы довольны. Погода замечательная, настроение хорошее, солнечное. В поселковой библиотеке в день детства чествовали лучших юных читателей. Вова Ошкин – частый посетитель детского отделения. Продолжает приходить в библиотеку и во время каникул. Мне нравится больше всего книги читать. Телек редко только смотрю, гуляю, но редко. Первая книга моя самая лучшая, так это был «Драгунский носов». Мне больше всего понравился «Носов». Организовали библиотеки и выставку детских книг, а также пособие для родителей, как правильно воспитать ребенка. В парк культуры и отдыха в этот день приглашали всех желающих. А вот для ловких и умелых на спортивной площадке у одной из школ поселка организовали состязание на перегонки с летом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова